One to Sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего. Почему нужны именно эти влиятельные люди? Потому что они могут повлиять на правительство каждой своей стране. Вот почему и нужен этот премиум клуб. Простой человек не может повлиять. Он хочет, но он не может повлиять. А эти люди, они могут повлиять на принятие каких-то решений в каком-то определенном государстве. Вот это классно. Есть технологии, при которых, возможно, жизнь всех наших людей. Не надо никого истреблять. Это уже есть, это существует. Это просто надо продвигать в каждой стране. Вот для этого нам и нужен премиум клуб. Здравствуйте, друзья. Рад приветствовать вас в видеоэпизоде подкаста One to Sky. Сегодня у нас очень необычный эпизод. С вами другие, Руслан и Ирина. Мы изменились. У нас сегодня нет микрофонов. Сегодня мы совершенно в другой локации, потому что у нас необычная тема и необычный гость. С вами Елена Люкшинова, руководитель премиум клуба. Елена, приветствую тебя. Очень приятно. Здравствуйте. Всех приветствую. Друзья, как мы уже говорили, неоднократно мир меняется. Мир меняется и в разную сторону, и, возможно, не в лучшую зачастую. Транслируются очень странные смыслы. Мы прошли пандемию. Сейчас активно пропагандируется размытие традиционных ценностей. И мир куда-то движется, так или иначе. И, в частности, на Международном экономическом форуме в Давосе обсуждают определенные темы. Это уже давно перестало быть конспирологией. Это уже совершенно открытая информация определенных групп людей, которые думают о так называемом золотом миллиарде. Елена, как тебе эта идея? Ну, как вам идеи? Вот сидят на 100 человек, да, из них 90 должны в мир иной спуститься, и 10 останется. Ну, бредовая идея. Ну, как вот как? Вот так. Да, и, ну, реально возникают вопросы о психическом здоровье этих людей. Какого бы социальный уровень их ни был, ну, так или иначе, ну, вот реально, это же не статистика, это живые люди. Вот действительно, вы сидите в помещении, и вот раз там, и вот там, каждый седьмой, восьмой, десятый просто... Получил свою, газовую камеру свою, а ты не получил, и все, и нет тебя. А эти смыслы, они транслируются повсеместно, кто-то их замечает, кто-то их не замечает, и во всем этом действительно становится очень сложно разбираться, куда все это ведет, ведь это просто социальное программирование, это история достаточно популярная, достаточно известная, и, в частности, наш подкаст, он создается самым крупным в мире сообществом частных инвесторов зеленой технологии, и мы обсуждаем другие решения, другие способы, а как можно решить проблемы, которые существуют сейчас без, ну, вот таких вот откровенно больных фантазий, не очень здоровых людей. Именно сообщество помогает находить такие решения, и в нашем сообществе будет запускаться премиум-клуб. Глена, расскажешь нам, что это? Да, верно. Решения уже найдены, найдены давно, и у нас есть известнейший человек Анатолий Юницкий, который много лет занимается, именно разрабатывает вопросы того, как на нашей земле может жить более и 70 миллиардов человек, на самом деле и больше. И, конечно, мы создали этот премиум-клуб, создаем, у нас только будет открытие для того, чтобы люди, которые в этой жизни что-то хотят достигнуть, помимо дома, квартиры там и так далее, и хотят внести свой вклад именно в будущее, чтобы жить интересно, красиво, качественно. Вот эти люди, наши партнеры, наши инвесторы, наше будущее нашей планеты, у нас действительно самый крупный инвестиционный фонд в мире, у нас люди более чем из 200 стран являются инвесторами, и мы очень рады для них сделать некую другую ступеньку премиум-клуба, где они действительно смогут больше помогать нашей планете благодаря всем участникам нашего клуба, которые смогут давать какие-то свои знания. И поэтому мы на самом деле очень рады, что у нас появилась следующая ступенька, куда мы можем привлечь людей, которые готовы не только финансировать, но готовы также делиться своим опытом, вникать в сами технологии, помогать ближнему нашему обществу. Кто движет этими людьми? Потому что сейчас очень много разговоров о том, что капитализм, не то чтобы изжил себе, но к нему есть очень много вопросов. Очень много вопросов какие-то пытаются... Если мы сейчас посмотрим на Запад, на Соединенные Штаты, они пытаются проехать на таком левом повороте, поднимая какие-то, ну где-то даже около социалистические идеи, пытаясь смягчить напряженность. То есть так или иначе есть вопросы к капитализму. Вот люди, для которых создан премиум-клуб, но ведь они не только про деньги, да? Что на самом деле движет этими людьми? Конечно, здесь вообще речь не про деньги. Да, конечно, в премиум-клубе у тебя есть возможность и заработать в том числе, но здесь люди не для того, чтобы зарабатывать. Здесь люди для того, чтобы именно поделиться своим опытом, привлечь своими знаниями и своим каким-то именем, уже заработанным в этом мире, привлечь других людей, чтобы каждый мог присоединиться вот к этому будущему, к этой правильной технологии, правильной зеленой планете и помочь не только себе, своим детям, правнукам и так далее, да? Помочь просто нашей планете, вот бедной несчастной, из которой выжили уже абсолютно все, что можно. Ну, сами понимаете, что действительно у нас не очень хорошо, и не просто так там в масках ходят полмира, и сейчас вот в Японии, да? Слили опять же, вы слышали тоже вот эту вот воду. Это все ужасно. И мы привлекаем именно тех людей, которые неравнодушны. То есть у них все есть, может быть, в жизни, да? Может быть, у кого-то и ничего нет, но он хочет, именно хочет помочь нашей планете, нашей дорогой, любимой голубой планете. И вот в этом наша задача этих людей вместе собрать, чтобы они могли поделиться и своим опытом, и друг с другом, ну, соответственно, не все же друг друга в мире знают. И здесь такая площадка, так как у нас много стран задействовано, то каждый может пообщаться. Для этого мы делаем премиум-клуб, только это будет теперь оффлайн. То есть не онлайн, как были, да, а оффлайн. То есть люди смогут приезжать, общаться, знакомиться, обсуждать. И будут стремиться также молодые поколения и более невидные люди, ни VIP, недостаточно известные пока люди. Они также будут стремиться к этому. У них будет как бы рост вперед. Они увидят, кем они могут быть там через 20 лет, как Илон Маск там в свое время. Тоже был никем и ничем, да? Он сейчас известный человек, за ним тянутся. Вот мы тоже хотим привлечь всех известных, значимых, влиятельных людей в этот премиум-клуб, чтобы за ними могли тянуться и более молодые, и в будущем очень даже достойные, возможно, более известные люди. Здорово. То есть я так правильно понимаю, что это во многом лидеры мнений предпринимательских сообществ, различных сообществ. Да, это абсолютно разные люди разного уровня, но у них есть своя идеология, своя идея. Они действительно достигли чего-то в этом мире. Они просто хотят делиться и хотят вкладывать не только вот опять же там в свой кошелек и в свою жизнь, они хотят уже вложить в более глобальное, чтобы оставить в этом мире о себе что-то для будущих, будущих, будущих наших детей. Ну, наверное, так. Да, это важно, потому что иначе у нас мир расколется, и вообще неизвестно, что будет завтра, послезавтра планеты нашей не будет, никого не будет и жизни не будет, как многие говорят. Надо все сегодня тратить, потому что неизвестно, что будет завтра. Вот мы за то, чтобы завтра и послезавтра было и было лучше. И поэтому мы привлекаем таких людей, которые могут помочь нашей планете, помочь нам и помочь ближнему человеку. Помочь различными ресурсами, потому что для них это по-настоящему важно. А вот в чем отличие? То есть есть сообщество, которое действительно и так сообщество неравнодушных людей, а есть премиум клуб. Вот это люди с большими ресурсами, с большим... Да, да, это люди с большими ресурсами. То есть это люди, за которыми уже тянутся какие-то люди. У них больше влияния на данную политику. То есть они могут влиять, не просто захотеть сделать и вложить деньги, а и повлиять на результат. То есть они могут направить русло, да, у них есть то, чего они достигли в этом мире. Благодаря тому, что они достигли, ну, надо этим пользоваться, чтобы достичь следующую ступень. И очень хорошо, что они готовы этим делиться. И вот еще раз, что, конечно, люди абсолютно разные у кого-то и разным профессиям, разными уровнями, разными возможностями. И вот в том-то и дело, что наша основная задача сплотить их вместе и благодаря совместным усилиям не только там заниматься венчурными, зелеными технологиями, но и многими другими возможностями. Эко-возможностями. Эко-возможностями. К примеру, да, кто там, да, если вы там, может быть, пока без фамилии, какие-то люди, вот примерно уровень людей. Это прекрасные люди. Я даже не сомневаюсь. Это очень хорошие люди. На самом деле это, ну, зачем вам об этом говорить? Это классные люди. Вот увидите премиум-клуб, у нас будет открытие, мы будем записывать, мы будем снимать, вы увидите, как это проходит все. Ну, это все будет, но пока у нас предоткрытие будет в середине, ближе к концу сентября в Москве и большое, грандиозное открытие будет в Дубае с 12 по 14 октября. Так что уже совсем скоро. Да, уже совсем скоро все. Да, уже совсем скоро, да. Так что готовимся, готовимся. Будет возможность узнать, познакомиться с этими людьми. Я правильно понимаю, что премиум-клуб все-таки это для людей, для которых закрыт определенный уровень и вопрос инвестирования как такового с точки зрения прибыли для них уже не стоит. Это другие мотивы. Ну, вы знаете, люди, которые достигнут чего-то, для них всегда стоит прибыль. Ну, как бы этого не было. Но это люди, те, которые готовы работать и не за счет, не за прибыль. Они даже готовы уйти в убыток. Если проект не получится, для них это не будет. Ой, это мои последние деньги, я все потерял. Нет, это люди, которые уже достигли всего. Они готовы вложиться, они готовы ничего не получить. Но, конечно, каждый, кто уже достиг чего-то, хочет получить из этого прибыль. И я очень надеюсь, что они все и получат из этого свою выгоду. Но не только они получат выгоду, но и получат наш мир выгоду. Вот это как бы общая концепция нашего сообщества. Здорово. Чтобы все получали. И все больше и больше людей действительно стараются объединяться, то есть не ждать каких-то готовых решений, а объединяться, находить свое, усиливать друг друга. Это то самое, когда 1 плюс 1 равно 11. Да, да. Сейчас это очень важно. Это вот прямо очень важно сейчас. Сейчас люди начали объединяться, начали общаться, начали знакомиться. Даже в более мелком бизнесе. Все равно каждый ищет человека, кто кого-то знает обязательно, чтобы можно было встретиться, пообщаться и что-то придумать в будущем. И сейчас это очень актуально. Да, очень многие говорят, что закончилось время я, а началось время мы. Абсолютно правильно, да. По одному уже не получится. Да, согласна. Елена, а чем премиум-клуб отличается от, как говорят, контента за деньги? Или вот огромное количество бизнес-клубов есть? Часть я знаю лично. Вот в чем, как ты видишь, кардинальные отличия, фундаментальные отличия? Ну, опять же, наверное, вернемся к нашему начальному части разговора. Много действительно бизнес-клубов, много сообществ, но каждый бизнес-клуб работает именно на определенном бизнесе. Люди делают свой бизнес, общаются с другими людьми, делают какой-то бизнес, но не участвуют в нашем будущем, в нашей планете. Вот. И плюс у нас еще, опять же, 200 стран. Опять же, не все бизнес-клубы имеют потенциальных инвесторов из 200 стран. Практически нами охвачен весь мир, да. И у нас действительно люди не только там, как считают Москва, Казахстан, ну, там, да, Россия, Казахстан, у нас вьетнамцы. А это, извините меня, не самая богатая часть населения. И они с удовольствием инвестируют. И таких стран у нас много. Поэтому наше основное принципиальное отличие, наверное, от всех бизнес-клубов, то, что люди, которые к нам приходят, именно хотят быть причастным к изменению нашей планеты, к улучшению нашей планеты, к более продвинутым технологиям, которые не будут повреждать ни почву, ни растения, ни загазованность, да, то есть ни воздух. Вот, ну, наверное, в этом у нас отличие. И, я надеюсь, большое преимущество. Конечно. То есть, правильно я понимаю, что в октябре можно будет познакомиться с людьми со всего мира, обладающими колоссальными ресурсами и возможностями, и людей, которые действительно хотят изменить этот мир. И не только познакомиться. Можно еще познакомиться с проектом, который уже, в принципе, начал существование свое. Уже есть тестовые, ну, то, чем занимается Анатолий Юницкий, да, уже есть тестовые какие-то станции, и это все в Дубае можно будет посмотреть. Увидеть, познакомиться, пообщаться. Какое-то свое принципиальное решение, может быть, примет человек, да, вот в своей жизни. Кто-то первый раз будет, кто-то уже не первый. И вот это самое, ну, самое главное, что есть шанс, есть потенциальная возможность, и этот шанс нужно использовать. Здорово, уж так много людей движется, ну, где-то даже против, да, такой какой-то официальной повестки, мировой, да, не нашей, а мировой официальной повестки. Действительно хочется что-то поменять, потому что, ну, на самом деле, а кто сказал, что вот это решение за тон миллиарда, оно правильное, да? То есть нам пытаются внушить, что ресурсы планеты ограничены, что по-другому не может быть. А может быть, дело в рациональности использования этих ресурсов. Может быть, есть другие инженерные решения, как могут быть устроены города. Может быть, есть другие инженерные решения, как может быть устроена логистика, транспорт. Вот они есть. И почему нужны именно эти влиятельные люди? Потому что они могут повлиять на правительство каждой своей стране. Вот почему и нужен этот премиум-клуб, да? Простой человек не может повлиять. Он хочет, но он не может повлиять. А эти люди, они могут повлиять на принятие каких-то решений в каком-то определенном государстве. Вот это классно. Конечно, я об этом и говорю, что мы уже говорили в предыдущих эпизодах подкаста, что решение есть, потому что наш подкаст построен на том, что мы поднимаем какие-то проблемы, поднимаем проблемы больших городов, шумового загрязнения, пластик и так далее, и показываем решение, решение с точки зрения технологий, что они существуют, что это не какая-то футурология. И на самом деле существуют технологии, как можно практически безжизненной почвы сделать плодородными. В Дубае Шейх сейчас очень активно внедряет эти технологии, что существует огромное количество решений с точки зрения логистики в тех регионах, где не подходит, как мы обсуждали, метро, дороги. Все это возможно. Решение есть. Теперь их нужно воплощать потихонечку в жизнь. Для этого нам нужны проводники, наши будущие члены премиум-клуба, которые могут со своей стороны это все не только финансировать, но и продвигать. Здорово. Мы тоже очень гордимся, потому что это 15-й этап нашего проекта, создание премиум-клуба, это очень круто. Елена, а поскольку премиум-клуб это звезды, различные звезды, звезды своих отраслей, влиятельные люди, как обеспечивается индивидуальный подход к ним, максимальный, на тот, к которому они привыкли? Для них, естественно, будет обеспечиваться самый высший уровень и приемы. Это лучшие отели, лучшие транспортные компании. То есть у нас будет работать консьержслужба для них. В любое время суток могут позвонить, заказать любой частный борт, если нужно, любой отель, любое путешествие для детей, без детей. То есть как угодно, естественно, сервис должен быть. И у нас все члены премиум-клуба будут иметь возможность ездить по разным странам и заходить в закрытые элитные бизнес-клубы определенной страны. То есть это тоже мы продумали. Это более 300 клубов по всему миру. И также члены премиум-клуба будут иметь возможность посещать эти клубы, опять же, общаться с другими людьми, которые не знают о нашем, может быть, будущем. Но для нас это тоже шанс, что каждый известный человек будет доносить кому-то где-то про наши идеи. Ну, я надеюсь, они не только про свои будут говорить идеи, но и про наши, естественно. Поэтому, конечно, уровень абсолютно должен быть достойный, правильный и флаг в руки и вперед. Да, у меня же в голове рисуются картины, как такое количество людей, обладающих колоссальными ресурсами по всему миру, которые уже влияют. Они, безусловно, уже сейчас влияют. И у них тоже есть, ну, так или иначе, бизнес-сообщество. Но действительно, объединив их всех вместе, какую синергию этого процесса можно получить? Потому что, ну, действительно, так или иначе, было связано с рынком стартапов в прошлом, венчурным рынком. То есть очень важно, когда выходишь на какой-то новый рынок, быть там своим, да, так или иначе. Реально понимать рынок, иметь свои входы. А здесь, ну, просто буквально весь мир. Кстати, мы уже обсуждали тему, почему не крупный венчурный капитал с Владимиром Турманом и с Алексеем тоже мы это обсуждали. Потому что там совершенно другие цели. Конечно, абсолютно другие цели. Конечно. Да, там другие цели, другие задачи. Да, вспомнить даже того же Теслу, как его идеи были похоронены, и огромное количество изобретений сейчас просто ложится в стол. Потому что, ну, они невыгодны. Они, вот у нас тоже был прошлый эпизод, мы обсуждали то, что на родине называют ветряками, да, ветрогенераторе. А мало кто знает, что они уничтожают все живое, что находится рядом с ним. Да, да, да. Но их никто не остановит. Их никто не остановит, потому что... Это выгодно. Кто-то получает деньги. Прежде всего останется в фабрике по их производству. А кто такие крупные венчурные фонды? Ответь мне на вопрос. А они являются проводниками того, как бы, крупного капитала, который хотел, чтобы на земле остался один миллиард человек. Ну, как бы, ну, сложите дважды два хотя бы, как бы, да, вот свои, как бы, просто как бы подумайте, например. Вся вот эта вот история, как бы, там, да, которая зеленая, как бы, повестка, которая в мире сейчас, как бы, очень активно, как бы, продвигалась. Там были определенные лица, которые, как бы, ну, там, педалировали, пушили, как бы, эту историю. Там, ну, не будем, как бы, называть, не будем называть, как бы, по именам, так сказать, чтобы не делался рекламный. Ну, все, как бы, прекрасно, как бы, понимают, да, что это все, это все ошибочно. Ошибочно. То есть они не страшны. Что это не так, что действительно, вот уровень добычи углеводородов, соответственно, он вообще никаким образом не связан с появлением парникового эффекта, с повышением, как бы, ну, температуры, как бы, вот, значит, таяния ледников, как бы, там, и прочее, прочее, соответственно. Вообще, то есть это связано как раз с тем, что крупные корпорации, крупные корпорации, крупные, вот, мега-корпорации, вот, соответственно, да, они, как бы, добывая определенные, там, какие-то микроэлементы из земли, там, что-то вот, я сейчас, не просто, чтобы не показаться, как бы, там, да, ну, немножко некомпетентно в этом вопросе, я, как бы, ну, не буду просто, как это называть, ведь можно эту историю, как бы, поднять, как бы, да. То есть, вот когда они условно высасывают вот эту историю из земли, добывают безответственно, вот именно это влияет на то, что происходит повышение температуры поверхности земли, а не то, что, допустим, какие-то углеводороды или продукты, ну, понятно, СО2 выбрасываются, тем более коровы, слушайте, все, да нет, все, это просто, на кого это рассчитано, мы не знаем, на самом деле. Вот, и поэтому здесь все абсолютно здравомыслящие, адекватные люди, вне зависимости от их какого-то финансового положения, вне зависимости от их какого-то общественного статуса и так далее, я считаю, что они должны стать частью нашего комьюнити, частью нашего сообщества, международного сообщества. А возможно, вступить в какие-то общественные организации, которые сейчас создаются, соответственно, и в которых мы принимаем очень активное участие. И мы называем это истинной зеленой повесткой. Вот это истинная настоящая зеленая повестка. Почему? Потому что здесь нет абсолютно никаких неэкологичных долгосрочных эффектов в виде сокращения населения планеты Земля. Есть уважаемые люди, мировые какие-то ученые, финансисты, в кавычках филантропы. Да, должен остаться один миллиард людей. А всем остальным шести или семи, потому что сейчас уже вроде восемь у нас, уже не семь. Надо позвонить в Китай, уточнить. Вот, да. И остальные, так вот, да, извините меня. Вот. И даже те люди, допустим, которые сейчас являются финансово там ультраобеспеченными, вот они немножко там верят, допустим, вот эту как бы там концепцию золотого миллиарда, что вот, ну, должен остаться только миллиард там самых таких вот типов. Ну, понятно, что это как бы идея, они такие вот очень, ну, мы не будем как бы дальше, ну, как бы любой взрослый человек, он как бы понимает, что это немножко как бы как-то это вот так странновато, как бы, да, даже такие как бы вообще истории даже как бы озвучивать. Ну, вот. Но, тем не менее, соответственно, такие как бы вот, ну, точки зрения как бы существуют. Ну, как бы, да. Такие шаги к этому предпринимаются. Да, они очень сильно ошибаются. Почему? Потому что даже если они являются, по их как бы мнению, там, какими там обеспеченными или ультраобеспеченными как бы людьми, вообще не факт, что они вот в этот вот как бы золотой миллиард сойдут. Потому что миллиард это будет некий, как бы, международный обслуживающий, как бы, персонал, который будет обслуживать гораздо меньшее количество людей. Вот именно тех, которые формируют, как бы, эту повестку. И, конечно же, как бы, ну, то есть, ну, вот. Ну, она, эта информация, она выходит просто, ее невозможно утаить. Просто, как бы, она как бы выходит, и здесь, конечно, есть определенное, как бы, общественное мнение, которое, сами понимаете, оно никогда, как бы, не возникает само по себе, что таких людей называют какими-то там, как-то называют. Вот есть какой-то вот конспирологи, там, да, там, это вот сторонники какой-то плоской земли, там, или на них там шапочки алюминиевые какие-то одевают, там, да, из фольги, как бы. Ну, слушайте, ну, нет, здесь каждый решает для себя, как бы, сам. Ребят, просто вы помните, что, как бы, происходило, как бы, в пандемический вот этот вот период раз. Посмотрите, я с последней, как бы, соответственно, решение рекомендации ВОЗа, что они дошли, как бы, уже, собственно, до того, что они рекомендуют на будущее. А то, что они, как бы, рекомендуются, становятся, как бы, некой программой, обязательной для реализации министерствами здравоохранения разных, как бы, стран, как бы, по всему миру, что, чтобы сохранить какие-то патологии, как бы, там, при рождении детей, они рекомендуют, чтобы дети рождались в инкубаторах, вот, в каких-то... То есть, чтобы не женщины вынашивали уже детей, а все, женщины просто брали, там, какой-то, там, биоматериал, биоматериал, у мужчины тоже, там, брали, какой-то, там, биоматериал. все это в каком-то блендере перемешивали и выпускали определенных, но исключительно чтобы, знаете, исключительно здоровья для вот исключительно во всех, то есть мы заботимся только вот о вас вот, знаете, там вот, как вы наслушаете все, прекратите вот это вот в уши нам запихивать, короче, слушайте я говорю еще раз, любой взрывомыслящий адекватный человек, который вообще в принципе просто, который хочет жить, у которого там созидательное какое-то мировоззрение созидательные ценности, он должен для себя как бы сделать определенный выбор, потому что сейчас этот выбор делать придется, невозможно будет остаться там где-то на заборе и посмотреть как бы, да, что вот потом, типа, я вот как бы присоединюсь, нет, это все происходит как бы прямо сейчас, как бы, и коллеги как бы, как говорили наши великие китайские философы, как говорится там, да, самое худшее что можно было пожелать человеку, это чтобы ты жил во времена перемен с чем, собственно, вот я вас поздравляю, вот мы все как бы вместе с вами как бы живем именно времена премиум поэтому именно независимые люди частные сообщества способны на самом деле продвигать любые технологии независимо от желаний намерений крупного капитала и каких-то не сильно здоровых людей которые грезят золотым миллиардом абсолютно абсолютно правильно а то начали нас уже вакцину колоть чтобы нас истребить еще за что-нибудь придумают птичий гриб еще что-то еще что-то так вот нельзя так поэтому у нас есть есть технологии при которых возможно жизнь всех наших людей не надо никого истреблять это уже есть это существует это просто надо продвигать в каждой стране вот для этого нам нужен премиум клуб елена здорово очень рад с тобой познакомиться сегодня лично что за и сказала нашим зрителям слушателями в данном случае зрителям как может какой-то напутствие в будущее напутствие вот я так считаю есть у вас лишние 20 рублей инвестируйте в будущее инвестируйте в технологии инвестируйте туда куда вам интересно эти 20 рублей вам принесут 100 100 принесут тысячу тысячу принесут 10 тысяч и если даже они не принесут вам прибыли вы будете себя ощущать настолько комфортно потому что вы вложили во что-то не вещи не тому в машину очередную в дом а вы вложили в нашу планету мы благодарим эту планету мы благодарим жизнь за то что мы живем и поэтому мы должны и немножечко отдать нашей планете позаботиться о наших как говорят ближних маленьких друзьях поэтому я не то что я не призываю никого но просто загляните себе в душ и подумайте хотите ли вы что-то для ваших будущих пра-пра-пра-пра-правнуков чтобы они помнили и понимали что вы тоже причастны к этому к этому процветанию нашей прекраснейшей планеты или наверно так благодарю и с вами был подкаст ван тускай зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего и следующих эпизодах здесь снова будут ирина и руслан до встречи счастлива всем чете близки зеленые технологии близки потому что наверное хочется что-то в этой жизни тоже попробовать и хочется ну я всегда переживала там за планету за ну как бы за все действительно мне жалко нашу планету и действительно хочется чтобы ну мы росли в правильном здоровом мире и поэтому наверное мне было очень интересно когда вот меня пригласили на эту должность я сказал с удовольствием первых я что-то новое узнаю во вторых это возможность тоже оставить какой-то кусочек себя на этой планете интересно и опять же пообщаться узнать что будет в будущем ведь мы здесь говорим о будущем да какой транспорт будет в будущем какой какие удобрения будут в будущем давить ну неизвестно там доживем или нет конечно это очень важно что все наши инвестиции мы можем передать своим детям правнукам то есть если мы вдруг не доживем до большой прибыли которая все равно у нас будет когда-то то наши дети до нее доживут это тоже здорово поэтому здесь что-то такое что ты ну планируешь на будущее там сейчас у тебя все есть там через десять лет у тебя все есть а это может быть там через пятьдесят лет вот вернется этим будут наслаждаться там твои правнуки и будут гордиться что вот у нас там про про бабуля свое время инвестировала ведь и ведь и было ведь она вот уверена что что-то будет и вот она мы живем живем в прекрасных условиях у нас ну как бы да никто нас не истребляет и вот она когда-то это начиналось и когда-то там наши про 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 предок наш вот вложился занимался этим развивала это ну это же здорово а каким ты кстати сама видишь будущая планета ой я кстати очень вижу что вот у нас будут ездить вот эти технологии юницкого вот прямо вижу летать летающие машины будут ну они тоже уже есть кстати вовсю же развиваются конечно ну что у нас не будет вырубаться лес вот что мы что-то придумаем другое что не будем трогать природу а именно что-то да придумаем на самом деле природа создана так что она нас полностью может кормить и обеспечивать нужно просто найти правильный подход вот чем мы занимаемся и она нам будет давать неиссякаемое ну то есть нам хватит и не нам и следующему миру хватит а если мы конечно ее будем вот так вот нефть газ там это это все из нее жмем 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 там лес ну поэтому и пожары у нас существует что мы вырубаем лес а он же тоже для чего-то болото они же тоже для чего-то их нельзя засыпать и и все это можно ну с другим техническим решением подойти к этому делать то же самое но на другой основе вот в принципе наверное это очень интересно конечно может мы не доживем но все равно интересно а вдруг а вдруг ага тика что может помешать кто-то из людей включается в эту историю кто-то играет по другим правилам которые навязывают как тебе кажется что может помешать нам прийти к этому будущему и что вот как изменить что может помочь до поменять сознание людей в том числе помешает может политика наживание денег и политика власти вот не будем говорить о некоторых странах которые мечтают быть у уруляя, и чтобы весь мир был им подвластен. Вот это страшно. Как от этого избавиться, это сложно. Что для этого сделать? Ну, для этого вот мы собираем людей, которые могут повлиять каждый в крупичке в своей маленькой там или большой стране, да, как-то. Но это сложно. Но если мы будем объединяться и делать это все вместе, то я думаю, у нас получится. Наверное, так. Такая грустная нота, да? Не знаю, это очень сложно. Ведь это все политика, политика, политика. Ведь, ну, как-то... Но все равно все больше и больше людей включается. Включается, да. Вот это и приятно. И люди начинают понимать. И сейчас там я в Европе была тоже. И вроде сначала все там помощь, помощь, помощь. А сейчас уже зачем? Мы сами перегружаем. Нам надо остановиться. Тогда все остановится. Ну, как бы, да, там военное положение во многих странах все равно сейчас существует. И зачем мы сами усугубляем? А зачем? Деньги, деньги, деньги. Вот когда люди это поймут, а чтобы они поняли, мне кажется, их надо воспитывать уже с детства. Вот если мы будем вовлечены в какие-то зеленые технологии, мы будем говорить дома об этом, да? Мы будем делиться. Дети будут уже слушать нас. У них уже по-другому ум будет. То есть это будет в книгах, что вот благодаря зеленым технологиям вот у нас теперь такой-то транспорт, да? Там они будут читать. Ага, значит, сделали. Давайте мы что-то еще сделаем. Наверное, это нужно из поколения в поколение воспитывать. Что не в деньгах счастье. Да, конечно, у них тоже большое счастье. Но нужно что-то еще помимо этого. И вот мне кажется, что это нужно уже сейчас вот нашему поколению, поколению, которое будет, постепенно вот все это рассказывать, делиться, показывать. Ну, только своим примером, потому что дети... Абсолютно, да. Тоже мы поднимали тему, как происходит программирование, как передаются программы из поколения в поколение через речь, через лингвистику. Отсюда там тоже нейролингвистическое программирование. Это нейролингвистика. То есть дети слушают так называемые кухонные разговоры или кухонные... Конечно. Как их называют. И впитывают как будто автоматически все установки своих родителей. Да. Вот поэтому если родители будут говорить о будущем, о зеленом, о каких-то вложениях, для них это будет интересно. Они будут спрашивать, а что это? А зачем это? А почему? А почему для тебя это важно? Почему для тебя это ценно? Мы помогаем планете. У тебя зайчики там, белочки. Хочешь, чтобы твои правнуки это увидели все? Надо помочь. Ну, вот, наверное, так. И мне кажется, это ответ, на самом деле. Потому что изменить смогут только все по-настоящему наши дети, будущее поколение. Да, абсолютно. И главный вклад мы можем сделать сейчас именно у них. Верно. Я согласна. В первую очередь через своих родителей, через этих неравнодушных людей, через то, что делает сообщество, через то, что делаешь ты. Я желаю удачи, открытия. Спасибо. Да, удача нам всегда нужна. И познакомиться с таким светлым человеком. Спасибо большое, да, взаимно. До встречи. Счастливо. До встречи. Счастливо.